Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Сейчас невероятно популярна услуга укрепления ногтей гелем. В каждом паблике, в каждом видео именно гель. Кто заметил? Но часто покрытие получается не таким уж и прочным и красивым, как ожидалось. Появляются отслойки, сколы и даже трещины. В видео разберем 15 самых популярных ошибок при работе с гелем. И самое главное, как их избежать. Поехали! Первая ошибка – неудобная консистенция геля. При жидкой все растекается. Новичок просто не успевает разложить гель, а он уже на боках. Либо затек в пазухе. Потом тратится уйма времени на исправление недочетов. Таким гелем будет комфортно работать мастеру с опытом, который уже работает на скорость. Густой гель не течет, но дает сильный объем. Его необходимо раскладывать и следить за толщиной слоя. Для изменения консистенции используйте лайфхак. Нагрейте густой гель в теплой воде или поставьте в теплое место. Например, на сухожар или батарею. Жидкий гель в холодное место. Тогда консистенция поменяется и вам будет удобнее работать. Вторая ошибка – слишком мягкий пластичный гель для укрепления. Не критичен для укрепления коротких ногтей, но при большой длине ногти могут гнуться, а кончик скалываться. Вы можете сделать тест на определение пластичности своего материала. Возьмите гель в небольшом количестве, разложите на глянцевую поверхность, такой слой, которым вы будете укреплять ногти, и просушите в лампе. Затем снимите липкий слой и посмотрите, насколько хорошо изгибается гель, не дает ли он трещин. Если он трескается, это говорит о том, что материал жесткий. А если все-таки сильно гнется, это говорит о его пластичности. Возможно, на большой длине он также будет сильно изгибаться вместе с натуральной пластиной. Поэтому, если думаете об укреплении большой длины, либо хотите достроить форму, сделать ее четкой, чтобы ногти не раскрывались, в таком случае лучше выбирать более твердые гели. Если при определении пластичности ваш гель треснул, это не говорит о том, что он плохой, это говорит о том, что он жесткий. Поэтому уточняйте у производителя жесткость материала или самостоятельно сделайте тест на определение пластичности. Третья ошибка – неправильное снятие гель-лака. Сняли только цветное покрытие, но остался большой слой предыдущего материала. Если мы положим сверху гель для укрепления, тогда у нас получится не ногти, а плюшки. Поэтому помимо цветного покрытия снимайте еще укрепляющий слой до тонкой подложки. Ну и, конечно, не забываем убирать предыдущие отслойки, ведь они могут за собой потянуть новые. Четвертое – опил формы до укрепления. Это просто трата времени, когда можно все сделать за один этап в конце. Также в таком случае торец получится не тонким, а форма нечеткой. Оставьте длину, а после укрепления подпилите, и вы увидите, какая четкость получается. Также, когда мы опиливаем форму на этом этапе, у нас есть возможность приподнять клюющий кончик, если мы слегка уберем толщину материала снизу. В таком случае торец получается крепким, укрепленным, и материал не будет скалываться с торца. Пятое – это ошибки при подготовке ногтевой пластины. Чешуйки должны быть приподняты, а поверхность матовая, без глянцевых участков. Для этого можно использовать пилку 180 на 240 грит и опиливать поверхность в одну сторону для приподнятия чешуек. Также на этом этапе мы можем убрать островки базы, отслойки, чтобы ноготь был гладким и плавно переходил в искусственный материал. Часто глянцевые участки на поверхности оставляют в зоне синусов и по боковым пазухам, потому что мастеру неудобно туда подлезть пилочкой. Возьмите палец верхним захватом, оттяните кожу и заматируйте ноготь в этом месте. Маникюр, конечно же, тоже должен быть чистым, без птеригия. Шестая ошибка – много праймера. Праймер наношу хорошо отжатой кистью. Иногда даже могу осушить излишки праймера, а салфеточку. Наносим в три движения, не наслаивая праймер друг на друга. И даем время испариться излишком. Базовое покрытие можно использовать как из гелевой технологии, так и из гель-лаковой системы. При этом не важно, какая по пластичности база. Главное, чтобы она хорошо носилась на ногтях клиента. Наносим тонкий слой близко к кутикуле. Не делайте большой отступ, ведь это тоже может привести к отслойкам. Седьмая ошибка в наборе материала. Например, много или мало материала. При таком тонком нанесении видим, что никакой архитектуры нет. Ноготь не укреплен, боковые стенки не достроены. Конечно, он может треснуть по точкам вроста буквально от любого воздействия или удара. В погоне за крепкими ногтями многие мастера кладут очень объемный большой слой геля, что визуально делает их громоздкими, неизящными. Мало того, такой объем может внутри не просохнуть, а недозаполимеризованный материал будет влиять на ногтевую пластину, ее разрушая. Восьмая ошибка – это взбивающее движение кистью, которое приводит к созданию пузырей в материале. Сделайте упор мизинцем той руки, в которой вы держите кисточку. В таком случае кисть не будет проникать слишком глубоко. Работаем как будто по воздуху, постепенно перетягивая материал. Девятая ошибка – нанесение геля за пределы базы. Как правило, гель не имеет такой хорошей сцепки с пластиной, как база, поэтому может отслоиться, если его нанести просто на голый ноготь. Поэтому базу наносим максимально близко, а вот гель можно положить с небольшим отступом. Тогда у кутикулы будет плавное отрастание. Десятая ошибка – выравнивание геля так же, как и базой гель-лак. Даже проблемы не в технике, а в архитектуре. Конечно, безусловно, техника во многом похожа. Мы также можем перевернуть руку. Но важно не так оставлять архитектуру. У нас получается округлая продольная арка. Визуально это будет смотреться, как будто бы ногти растут вниз, либо слишком толстые. При этом часто боковые стенки остаются пустыми, без материала. По этой причине ногти трескаются в этих местах. Также при таком способе выравнивания материал может стечь на одну из сторон. Или, например, если клиент неправильно поставил руку в лампу. Достаем, смотрим, есть неровности. И зачастую мастера оставляют материал так, как есть, без какого-либо предварительного опила. Затем на эти неровности покрывают цветным гель-лаком. Как по итогу ногти кривые и неизящные. Если вы хотите добиться идеальной тонкой архитектуры, то рекомендую оперить поверхность после укрепления для четкости линий. Если вы положите оптимальное количество материала, вам не придется бесконечно долго пилить. К тому же мы не опиливаем зону у кутикулы, если правильно выполнили выкладку там. Поэтому такой поверхностный опил не прибавит много времени к процедуре, но сделает ногти намного красивее. Одиннадцатая ошибка – неверная архитектура. Например, слишком плоские или выпуклые ногти. Смещение наивысшей точки к свободному краю или клюющие ногти. Для поднятия клюющих ногтей выкладываем наибольшее количество материала в зону свободного края, просушиваем, а затем выполняем моделирование и создание архитектуры. Благодаря объему на кончике мы сможем приподнять клюющий ноготок. Все эти типы роста ногтей можно исправить, только лишь выстроив правильную архитектуру гелем всего одной баночкой, без танцев с бубнами. После выкладки такого объемного слоя материала просто опилите правильно ноготь, ставя пилочку под ногтевую пластину, тем самым приподняв свободный край. Двенадцатая ошибка – ступенька материала у кутикулы. В этой зоне не должно быть много геля, так как при отрастании будет не плавный переход к ногтю, а со ступенькой. Часто такая ступенька появляется из-за техники подталкивания геля к зоне кутикулы. Ставят шарик и сначала объем большой толкают к зоне кутикулы, за счет чего там и получается та самая ступенька. Попробуйте распределить плавный материал без бугров, постарайтесь выполнить плавный переход от натурального ногтя к гелю, тогда отрастание будет едва заметным и максимально натуральным. Твердые материалы – гель или полигель – не любят такого нанесения и дают отслойку буквально на следующий день после укрепления. Тринадцатая ошибка – перепиливание материала у кутикулы. Вас ожидает ровно такой же эффект – отслойки. Повторюсь, если вы хорошо выложили материал в зоне кутикулы, плавно, равномерно, тогда вам вовсе не придется опиливать эту зону пилочкой, и вы не столкнетесь с такой проблемой, как перепиливание материала у кутикулы. Четырнадцатая ошибка – затеки. Каждый раз говорю, что затек равно отслойка. Тут важно убедиться, что затеков не было еще на моменте базы, иначе и гель туда потечет. Если вы увидели затек, не отправляйте в лампу на просушку, предварительно уберите. А если все-таки он появился после просушки, постарайтесь выпилить пилкой или фрезой. И пятнадцатая ошибка – это толстый торец. Гель – это жесткий материал, поэтому отлично стоит даже в достаточно тонкий слой. Выпилите толщину материала на торце для того, чтобы кончик не перетягивал ноготь вниз, и для того, чтобы ноготь не ломался и не было трещин по точкам в роста. Но также и супер тонкий торец может дать сколы. Тут необходим баланс. Толщина торца с толщину, как пластиковая карта. И еще один лайфхак – нанесите толп изнутри для того, чтобы ноготь не скручивался и не отслаивался. Пишите в комментариях, удалось ли вам найти свои ошибки. Было полезно? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Тут много полезных лайфхаков. А я желаю всем крепких ногтей, успехов, пока-пока!